Итак, всем привет! Меня зовут Саша Айка. Я являюсь преподавателем DJ-школы House DigiFamily. И сегодня мы с вами поговорим о таком программном обеспечении, как Tractor Scratch Pro. Чем же особенно это программное обеспечение? Во-первых, оно является довольно профессиональным для DJ-инга. Она обладает большим количеством функций и великолепно пользовательским интерфейсом, который более удобен, чем в предыдущих версиях, ну и стал довольно модульным. То есть каждый модуль можно настраивать отдельно. И довольно все понятно и логично. С чего же начнем? Начнем, наверное, пожалуй, с верхней панельки. Я немножко расскажу, что на ней присутствует. Итак, индикатор MIDI. Индикатор MIDI сигнализирует нам, что подключено внешнее устройство посредством MIDI, где сообщение и включение. Соответственно, если он горит, то он есть. Если он не горит, то их, соответственно, нет. Далее идет индикатор Audio. Сообщает нам, работает ли наша аудиокарточка или не работает. То есть, допустим, здесь будет красненький цвет, то, соответственно, аудиокарта не подключена или не работает. Ну, соответственно, если голубой, то все в порядке. Далее идет индикатор CPU. Это загрузка нашего процессора. Здесь мы можем отслеживать ее в процентном соотношении и понимать, насколько у нас напрягается наш фондук или не напрягается. Далее идут часы, которые синхронизируются с совместным временем компьютера. После него идут индикаторы main, которые показывают уровень исходящего сигнала. Здесь мы можем отслеживать все пики, клипы, насколько тихо играем, насколько громко мы играем. Далее идет индикатор BAT батарейки, уровень заряда батарейки. Далее идет индикатор REC, указывает на то, что включен ли аудиорекодер или не включен, то есть идет ли запись вашего лайва или не идет. Следующее меню, это у нас насходящий меню, который позволяет выбрать количество дек и свойства микшинного пульта. Будет ли он внешним или будет, допустим, выбрать 4 деки, допустим, и остановимся пока на пульте. Далее идет кнопочка лука, которая включает полноэкранный режим работы с вашей музыкальной базой. То есть, соответственно, здесь у нас слева дерево в ваших музыкальных пахахах. Но справа отображается все необходимое по информации по треке. Соответственно, здесь вы можете создавать плейлисты, редактировать их. Ну, в общем, осуществляет всякую предварительную работу. Очень горно не нужно. Далее идет кнопочка шестереночки, которая включает внутренние настройки программы. Соответственно, здесь можно уже более глубоко настраивать сам трактор. Об этом мы, наверное, поговорим в следующем занятии. Далее идет кнопочка информации, которая позволяет нам активировать подсказки, которые будут подсвечиваться на той или иной ручке, которая вас интересует. Ну, допустим, если мы подберем на Мэйд, то нам высадится подсказка, что это за кнопочка. Ну, если кто понимает английский, тому будет без труда понять, что там написано. Следом за ней, за информацией, идет кнопочка работы полноэкранного режима. Я работаю сейчас в Мэй, мне он так удобней. Вообще, я сейчас советую работать в полноэкранном режиме. Оно как-то красивее выглядит и статистически, наверное. Далее идет вторая панелька. Я разделил ее для себя на два вида. То есть она может работать в нескольких режимах. В режиме лайва, допустим, когда я использую два процессора эффекта, и каждый идет на определенный канал, на деку А или на деку Б. Ну и, соответственно, если что, я могу использовать режим микса. То есть включать, допустим, парню синхронизации. Ну и выбирать здесь метроном, допустим, делать дополнительные свойства. Ну а с этой стороны я могу включать в себя аудио-рекордер, допустим, который будет записывать мой лайф. Что хочется сказать про процессор эффектов. Процессор эффектов имеет довольно большое количество эффектов, порядка 20 штук. Можно назначить примерно до 3 эффектов на один канал, одновременно их использовать, соответственно, да. Что хочется отметить в данной ситуации, что есть два режима работы процессора эффектов. То есть режим, когда можно использовать 3 эффекта одновременно, и режим пользования одного эффекта, но вместо 3 эффектов будет здесь 3 ручки для настройки этого эффекта. То есть у него будет более широкий диапазон его использования, скажем так. По середине у нас есть центральный блок, где, соответственно, есть ручка main в громкости общего нашего с вами исходящего сигнала, скажем так. Три режима работы. С мышкой Snap, Quant и 7-ой режимы настройки, соответственно, наушников. FullMix тип круиз — это возможность автоматической игры самого трактора с заранее одобренными для него композициями. И LFour Reset — это перенагрузка LFour простройки, которые, допустим, мы можем выбирать на процессе деков. Далее давайте перейдем к декам, поговорим немножко о нем. Сейчас у меня стоит режим, соответственно, декдек. На что стоит обратить внимание в первую очередь? Ну, во-первых, это название композиции и автор, соответственно, этой композиции, которая указывается у нас в левой части. Далее у нас будет общее время трека. Над ним находится время, которое осталось до конца композиции. Далее идет скорость, в которой сейчас этот трек работает. То есть, соответственно, изменить мы ее можем по пищу. Чуть ниже этой скорости есть темпа, индикатор в процентном соотношении. И еще ниже находится у нас скорость, оригинальная скорость данной композиции. Эти кнопочки Sync и Master отвечают за синхронизацию трека, соответственно, с другими деками. А Master — это мы назначаем трекер-декмастером и синхронизируем все деки. По-другому. Посередине у нас имеется экранчик, не знаю, мониторчик, панелька, как вы угодно ее называете, полосочка, которая показывает нам, насколько сильно трек отстает или опережает композицию, соответственно, допустим, в данном случае к треку B. Ну, если нужно нам это сделать, то мы можем пич-бендом подогнать этот трек, синхронизировав его со второй композиции. Чуть ниже мы видим общую картинку трека. Формула 1, соответственно. И ниже есть общая навигация по композиции, там, где высвечивается она полностью. И мы можем переключаться в любую часть нашего трека, где хотели бы, допустим, стартануться. Ну, или что-то изменилось. И ваше. Главное, что это удобно. Чуть ниже имеются кнопочки Play, Q и Cup. Q, соответственно, это метка на треке, которую можно устанавливать. Cup – это быстрая станция для метки. Посерединке имеется у нас возможность лупинга, то есть установки лупов, которая изменяется от положения 1,32 к 1,32 к 1,32. То есть очень широкий диапазон. Вообще, лупы я советую использовать для своего лайва. Это очень интересная игра получается. Ну, в принципе, здесь они довольно качественные проработки. Есть также ручная настройка лупов. Соответственно, кнопочка IN и кнопочка OUT, которые позволяют нам, соответственно, зайти в петлю, а вот выйти из петли и зацепить ее. С помощью нее установить тот диапазон, который бы мы хотели. Кнопочка ACTIV, которая активирует лупы. И стрелочка, которая не спадающая вниз, она открывает нам дополнительные возможности по лупам, по горячим точкам. Здесь мы будем все настраивать. Я покажу и расскажу об этом в следующем занятии. Далее имеется центральная стандартная панелька, на которую уже установлен фильтр и K. K – это два эффекта. Скажем так, фигурация, ну, не биполярных частот трека. Все, славайте. Соответственно, мы можем его выключить. Далее K. Ну, назовем это понижение или повышение эффектности. FX, кнопочка 1, 2, позволяет подключать процессор эффекта, соответственно, к первой деке, а второй, допустим, ко второй деке. Ну, или менять их местами, допустим, или выключать новый процессор на данный канал, что, в принципе, тоже является одной из очень хорошей функций. Дальше идет у нас регулятор GAY, который позволяет нам увеличить или уменьшать громкость нашего канала, соответственно, да, прослушка, его в наушниках. Чуть ниже находится, соответственно, окно работы с вашими композициями, с треками. О нем я буду рассказывать чуть позже. Ну, а на сегодня, я думаю, что достаточно. Изучайте, попробуйте, потыкайте, посмотрите. Если будут вопросы, пишите либо в личку, либо в почту, либо пишите к нам на сайт, который звучит как www.digifamily.ru Ну, и задавайте ваши вопросы. Всего доброго, до новых встреч. Надеюсь, что вам этот обзор понравился. И следующие обзоры вам будут не менее интересны. С вами был Саша Айка. Всего доброго. Саша Айка.